Малиновский районный суд Одессы Суд не может вернуть материалы на дополнительное расследование Если есть какие-нибудь вопросы, неясности, необходимые для установления истины Суд обязан все их решить в ходе судебного следствия Необходимая экспертиза, она делается в судебном следствии Допросы, исследования, доказательств Все, что необходимо, все должен делать суд И это, на мой взгляд, та настоящая причина, по которой судьи брали отводы Потому что это действительно огромное дело С огромным объемом материалов И судьи понимали, какое ермо, какое бремя они на себя взваливают Ответственность за затягивание процесса Общественники возлагают на прокуроров генпрокуратуры Чтобы все пошло быстрее, необходимо рассматривать дело по каждому из обвиняемых в отдельности Иначе затягивание неминуемо Кроме этого, в быстрейшем завершении дела не заинтересованы и сами обвиняемые Которые периодически не являются на судебные заседания Данное дело слушается на основании статьи 294, часть 2 Это фактически организация массовых беспорядков И предусматривает санкцию от 8 до 15 лет Согласно закону Савченко, те 5 подсудимых, которые сейчас находятся под стражей Фактически, отсидев сейчас уже 2,5 года Фактически они отсидели уже 5 лет Еще дело протянется 1,5-2 года и их просто выпустят в зале суда, даже признав виновными Поэтому я думаю, что это, конечно, явно выгодно стороне подсудимых Если украинское законодательство покажет свою несостоятельность Уверены активисты, начнутся гражданские волнения Не притягнення таких одиозных осіб до відповідальности Это матиме край негативные наслідки З огляду саме на значный суспільный резонанс Навколо данного кримінального проведения Мы можем, конечно, этого не хотеть Або по-різному ставиться до, возможно, такого развития подій Но есть достаточно высокая вероятность Я буду сказать прямо, что над человеком, как Долженков, Мефедов или другие Можут выполнить суд для того, что украинское правосудие не змусило их нести належной ответственности По закону Савченко подсудимый освободится из СИЗО После отбития, ну, практически получается, отбития половины максимально возможного срока То есть, учитывая день за два, учитывая, что человек уже отсидел максимум, сколько могли дать Говоря простым языком Такое может произойти через пять лет Давайте с самого начала Если это произойдет, то это произойдет не раньше, чем через пять лет И не будет переквалификации этого обвинения Даже если это произойдет, уже мы будем исходить с того, что семь с половиной лет эти люди проведут под стражей Раз Во-вторых, если они будут отпущены на свободу, это не значит, что процесс остановится Уголовное рассмотрение уголовного дела продолжится То, что закон Савченко не идеален, известно уже давно Об этом говорили еще до его принятия Но почему-то народные депутаты все же за него проголосовали Сейчас собираются его изменить Уже зарегистрированы законопроекты в Верховном Совете об изменении закона Савченко Будет ли изменен закон или нет, мы с вами узнаем в ближайшее время Ну а что касается дела по 2 мая, то все спикеры солидарны в одном Виновные должны понести наказание Вот только сроки вынесения окончательных обвинительных приговоров, к сожалению, никто не берется назвать Редактор субтитров А.Семкин